У Динамо не смогли выйти на поле защитники Ехимович, Ковтун и Сабитов. Поэтому состав, как и в прошлом матче с Уралмашем, был немного непривычным. Место Либера занял подпалой, а после бабочки Сметанина Атарарата основным вратарем пока стал Клеймёнов. Вышедшие во втором тайме Тишков и Кобелев значительно усилили игру. Динамовцы начали будто во сне. Только выдвинутый вперед Терёхин не позволял заснуть и зрителям. Но этот удар Олега – всё, что смогли создать хозяева в первые полчаса. А потом зазвонил будильник. Черышев, как заведённый, начал носиться вокруг самарцев. Дмитрий обижал почти всех полевых игроков крыльев Советов и лишь на пару секунд расстался с мячом, чтобы сыграть в стенку с пяткой Кузнецова. В самый решающий момент завод кончился, но ударов его уже не хватило. Но для этого у Динамы есть Терёхин. 1-0. В перерыве хозяева окончательно проснулись и всё встало на свои места. Черышев больше в штрафную не идёт, а его подача уходит слишком далеко. Но и оттуда можно сделать прострел. Отскок. Удар Саматова. 2-0. 65-я минута. Крылья впервые в Динамской штрафной. Самарцы понимают, больше такой роскоши не будет. Им тут явно понравилось и не хочется уходить. Москвичи так и подумали. Поиграются с мячом и сами его отдадут. Но Авалян бьёт метко. 2-1. И тут напомнил о себе Юрий Тишков. Гришин всё делает здорово, но бьёт бесхитростно. Через несколько секунд мяч попадает к Тишкову. И Юрий впервые после страшнейшей травмы, полученной ещё в июле 93-го, забивает свой гол. Архиважный и для Динамо, и для самого Юрия. Можно сказать, что ты именно психологически оправился, вот уже окончательно от того, что было. Ты не вспоминаешь это? Да нет. Практически не вспоминаю, в общем. Всё в прошлом, конечно. И тут, в общем, нога позволяет забыть, будем так говорить, об этом. Именно Тишковский гол окончательно обломал крылья. Кузнецов разыгрывает мяч с Гришиным, а после лупит, что из силы. На добивании дежурит Терёхин, но Слободько отбивает мяч не в ту сторону. Тогда Олег отходит чуть назад и пробует себя в подыгрыше. Точный расчёт позволяет ему до сотой доли секунды рассчитать время, к которому в заданную точку прибудет электричка Черышева. Дмитрий бьёт в касании. 4-1. Терёхину этого мало. Он вбегает с мячом в штрафную, но там подрубается под корень. Правда, с пенальти Олег не забивает. 4-1, как и в первом круге. Всё нормально в команде сейчас. Как играли, так и играем. Потому что просто физические формы набрали. Как раз на пик формы вышли. Все только сыгрались. Вот поэтому и результат. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok